Ежегодный фестиваль Адальвейс – это настоящий праздник для певцов Ленинского городского округа. Но сегодня поводов для радости немного больше, ведь именно в этом году конкурсу исполняется 20 лет. Все начинается с идеи. Так в 2002 году Дом культуры Буревестник предложил создать в муниципалитете конкурс эстрадной песни. С тех пор фестиваль проходит ежегодно и каждый раз открывает зрителю новые таланты. Нам очень радостно, что в нашем городском округе столько много юных и в последующем молодых талантов. В этом году во второй тур конкурса прошли 35 участников. Это и сольные исполнители, и целые коллективы. Но финал еще не гарантирует победу. Певцам предстояло впечатлить жюри конкурса. Профессиональных певцов и вокальных экспертов – Семена Лиманова, Валерию Лисовскую и Людмилу Львову. Ну, конечно, немножко нервничаю, но я думаю, с этим справлюсь. Участников разбили на семь возрастных категорий. Одни из самых ярких номеров принадлежали шестой – вокальным коллективам до 14 лет. В этой номинации выступили два ансамбля из развилки. Девочки из Бон-Пари немало тренировались, чтобы на конкурсе показать себя достойно. И старания окупились. Коллектив занял второе место. Во-первых, было очень много эмоций. Мы, конечно же, волновались. Но когда мы выступили, мы даже увидели, что жюри очень понравилось. На этом призы коллективов развилки не закончились. Второй ансамбль «Пой на бис» обошел коллег по цеху. Девочки заняли первое место. И полностью оправдали название. Вернуть их на сцену захотелось и зрителям, и жюри. Что за кромка, в чем-то волка. Ни туда, ни сюда. Может быть, а вария случилась. Попадутся, стройте туда. На сцене находиться круто, приятно. Особенно в таком хорошем коллективе. Нам понравилось, как мы выступили. Нам судьи показывали класс. Снимали нас. Номер было тяжело ставить. Там было очень много нюансов, которые надо было отработать и сделать все качественно, чтобы это смотрелось не только красиво, но и правильно в смысле вокала. На Эдельвейс хочется возвращаться. Мария Константинова участвовала в конкурсе в прошлые годы. В этот раз ее пригласили выступить на галоконцерте, пока члены жюри подводят итоги. Это один из моих самых любимых вокальных конкурсов. И, не знаю, я когда захожу в Дом культуры, у меня какая-то такая атмосфера. Я не знаю, как ее передать, но вот такая какая-то уютная атмосфера складывается. И мне очень приятно выступать на этой сцене. Она мне уже какая-то прям родная. Каждый год фестиваль конкурса Эдельвейс, помимо призовых мест по возрастным категориям, выявляет победителей в разных номинациях. Я и джаз, лучшая ретро-песня, консонанс и голос сердца. Таким образом, практически каждый участник уходит победителем. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого?